Ну все, ребята, спасибо за внимание, передаю Михаилу Делянину. Теперь, как говорится, следующего оратора. Михаил Делянин, доктор наук, директор института проблем, да, экономических наук, директор института проблем глобализации, и лично от себя, могу сказать, знаю его, наверное, уже лет 20, вот, это один, наверное, из умнейших людей, как раз которых я встречал в структурах правительства, когда там работал, будучи советником премьер-министром. Понятно? Спасибо. Один из умнейших людей, в структурах правительства, такое тонкое издевательство. Дорогие коллеги, для меня как экономиста является загадкой то, как работает человеческое сознание. Мы все прекрасно знаем условия и совершенно не помещаем себя внутрь этой истории. В Советском Союзе новые технологии сдерживались бюрократией и монополистами. В мире сейчас они сдерживаются глобальными монополиями, потому что это невыгодно, это резкое снижение сдержек монополиями, это невыгодно. В Российской Федерации она сдерживается бюрократией и бандитами. Ну что значит новая технология? Значит деньги из воздуха. Только у вас возникли деньги из воздуха, сразу приходят за ними соответствующие персонажи. Но новые технологии есть и они обладают достаточно интересными качествами. Они, во-первых, очень дешевые, они простые, общедоступные и они сверхпроизводительные. Общие их особенности, они технологии будущего, которые смогут развиваться в условиях разделения мира на макрорегионы и поддерживать наш, извиняюсь за выражение, комфорт. Они соответствуют примерно к трем грузам. Первое, это переход от изменения материалов, воздействия на материалов к воздействию на поля, энергетические, в первую очередь, аэкономитные и так далее. Второе, это они основаны на переходе от иерархии к сетям, новую взаимосвязь. И третье, это то, что, естественно, проявилось в первую очередь в интернете, но это проявляется уже и в организации собственного, потому что социальные сети меняют организацию общества. И третье, это информационная надстройка над традиционными индустриальными технологиями. Это проявилось, естественно, в первую очередь в том, что мы считаем самым важным в добыче нефти. Интеллектуальная скважина появилась в Луколье в 1995 году. Причем для внутреннего пользования, чтобы объяснить самим себе, каким образом они повышают нефтеотдачу. Они не пропагандировали этот термин, они просто пытались объяснить себе, как у них это получается в 1995 году, который был абсолютно не приспособлен не то, что для прогресса, вообще не для какой-нибудь интеллектуальной деятельности. Следующий этап этого же процесса мы видим сланцевая революция в Соединенных Штатах Америки. Почему наши нефтяники не воспринимали сланцевую революцию за исключением сургут нефтегаза? Потому что нет революции в Гурене. Гурене и геофизика осталось прежними. На старые информационные технологии посадили технологии компьютерного моделирования. Революция в компьютерном моделировании, которая преобразовала информационные технологии, не просто их состыковали с индустриальными, они оказались в симбиозе, информационные технологии преобразовали индустриальные технологии. Это некоторые революции. То, о чем мы говорим сегодня, о струнном транспорте, о SkyWay, это, с одной стороны, информационные технологии преобразуют традиционную индустриальную технологию, это касается и инженерных решений, и создания информационной инфраструктуры, и энергетической инфраструктуры, и переход от иерархических структур к сетевым структурам уже и на базе транспорта, потому что это действительно интегрированная коммуникационная сеть, где транспорт – это один из элементов. И сетевый транспорт, это, уже не застарый, струнный транспорт, скажем так, он полностью укладывается во вторую, третью группы этих самых новых технологий, которые позволят нам выживать и быть вполне успешными в мире, разделенном на макро-регионы. Для евразийского пространства, так называемого, постсоветского, это тем более огромная возможность, потому что само размещение крупных железнодородных месторождений позволяет нам развиваться достаточно быстро и в разные стороны. Понятно, что западно-сибирская база будет ориентирована на восток, понятно, что Клеворожско-Донецкий район будет ориентирован на запад, Казахстан будет ориентирован на юг, грубо говоря, Курская магнитная аномалия будет ориентирована на саму Россию. И это позволит достаточно быстро сшить новой коммуникационной и транспортной системой наши огромные распадающиеся пространства. То есть мы сможем создать в условиях вооружения мира в хаос и его распады свой собственный большой макро-регион, который будет жить так, как захочет. Но он получит очень жесткую основу. И самое главное, в условиях, когда мир валится в депрессию, главная проблема развитых стран – это отсутствие возможности для производительных вложений. Создание системы этого транспорта – это самая модернизация инфраструктуры, которая позволяет обеспечить производительные вложения по крайней мере на 10 лет вперед. То есть мы сможем в условиях глобальной депрессии не то чтобы выживать, но и даже процветать за счет новых технологий. Продолжение следует... Ну, не всем, но можно зайти и посмотреть на делягину.ру, википедию и в гугл, в конце концов. И, соответственно, возник вопрос, что Михаил Делягин делает на этой конференции и вообще его отношение к группе компании Skyway. И самое интересное – отношение практической реализации с точки зрения экономики и развития сознания людей – это технологии струнного транспорта Юльницкого. Вот такое вот... Всякое мое к этому отношение. Ну, и ваша точка зрения вообще на весь этот процесс? Я знаю практическую технологию уже более 15 лет. Я занимался поиском разного рода технологий, попыткой помочь их коммерциализировать безуспешно. И, в конце концов, я эти попытки оставил, потому что у нас очень жесткая, вязкая бюрократическая среда. Но струнный транспорт Юльницкого был среди тех технологий, которые было совершенно понятно, что это работает. Потому что достаточно простые принципы. Нет принципиально новых инженерных решений, допростят меня товарищи инженеры. Но когда появляется что-то качественно новое, то это качественно новое сначала нельзя сделать, потом он начинает барахлить, потом он начинает конфликтовать с другими узлами существующего мотора. И, в общем, процесс преработки затягивается надолго. То, что случилось с Юмобилем Прохорова, не считая личности автора идеи. Там 30 инноваций, которые друг с другом вступили в конфликт и просто блокировали все здесь. Все технические решения, они достаточно просты, они хорошо известны. Они просто объединены вместе, причем, опять-таки, объединены так, что уже все сработало за эти 15 лет. Ну, говорят 35, но я узнаю, проект 15 лет. Сейчас качественно новый этап, потому что удалось создать организационную форму, которая вне государства. И она не зависит от произвола и глупости ни одной бюрократии. То есть, вот то позитивное, что дает Запад в части коммерческой свободы, это удалось использовать почти в полной мере. Поэтому этот проект пойдет. Вы считаете, что этот проект, он как раз-таки может еще открыть некую веху частных транскорпораций, которые могут влиять? Ну, частных транскорпораций, которые могут влиять, они и сейчас влияют прекрасно. Но он может открыть некоторую дверь в развитии человечества, которая сейчас очень плотно заколочена. Мы приближаемся к очень болезненной проблеме. У нас в силу монополий, которые сложились на глобальном рынке, резко затормозился технический прогресс. Более того, у нас происходит сейчас объективное разрушение глобальных рынков на макрорегионы. И это означает утрата многих жизненно важных технологий, потому что сегодняшние технологии, они слишком сложны, они очень дороги и они требуют огромных рынков для того, чтобы они могли нормально функционироваться. Естественно, это не интернет, естественно, это не мобильная связь, но основная часть технологии. И технологический прогресс остановился практически, потому что рынок не расширяется, рынок как есть глобальный, так он и есть. И более того, сейчас начнется утрата технологий. И поэтому появляются новые технологии, которые качественно отличаются. Они диховы, они общедоступны, они просты. Они сверхпроизводительны при этом, и их применение будет закрывать просто старую экономику целыми отраслями. Вот струнный транспорт Юницкого, он вполне соответствует этим критериям. Их очень много, этих технологий было разработано в рамках советского ВПК, потому что, с одной стороны, голь на выдумки хитрая, с другой стороны, нерыночная экономика позволяла фантазировать на любые темы. Вот. И некоторые из этих технологий развиваются и сейчас. И струнный транспорт Юницкого – это дешево, это общедоступно, это просто, это сверхпроизводитель. Это намного дешевле, намного быстрее обычной железной дороги. Плюс к этому можно прокладывать все там, где невозможно прокладывание обычной железной дороги, там, по климатическим или по геологическим причинам. И на Болоте, и в сыпучих пустях, и в тундре, где хотите. Вот. И я сейчас смотрю, с какими муками мы дотянули железную дорогу до Якутска. Это выдающаяся победа. Я аплодирую, это героизм и хорошая инженерная работа. Но, если бы это был струнный транспорт Юницкого, она была бы десять лет назад и стоила бы на порядок меньше. А есть, скажем, вещи, куда просто нельзя проложить железную дорогу, скажем, тот же самый Тамтор в Якутии, где, пожалуйста, ценнейшие редкоземельные металлы лежат на поверхности, только там дышать нельзя, почти. Никакой металл там не выдерживает. Так что это позволит нам развиваться в условиях глобальной депрессии. Позволит нам увеличивать экономическую активность и захватывать новые рынки в условиях глобальной депрессии. То есть вы считаете, как опытный аналитик, то, что, а, цивилизация дозрела наконец-таки до внедрения данной технологии, и, б, данная технология готова уже, на ваш взгляд, к внедрению, и, ц, как эксперта, хотелось бы услышать ваше мнение по оценке рынка с точки зрения макроэкономики. То есть, вот вообще, то есть, насколько мы понимаем, это создается некий новый рынок транспортной технологии, которая... Создается принципиально новый рынок транспортных услуг, потому что существующий транспорт во многих местах построить нельзя, как в Якутии, в джунгли, тайга и так далее. Это позволяет резко повысить эффективность существующих проектов и осуществить проекты, которые невозможны в принципе. Кроме того, есть простая вещь. Ну, как экономист, могу сказать, 60% стоимости московских дорог – это стоимость земли под ними. Если мы эту стоимость снижаем, да стоимость земли под опорой, мы получаем возможность полностью разгрузить московский транспортный узел вообще. То есть, даже там, где вроде бы все в порядке, все уже есть, все нормально, огромное поле для работы. И это весьма перспективно. Что касается того, что человечество дозрело, ну, человечество, ну, все у него в порядке со зрелостью и было раньше, но раньше эту технологию пытались развивать, инженерную технологию пытались применять по социальным технологиям 30-х годов, прийти к государству и сказать, помоги. Если государство хочет работать, оно, конечно, помогает. Но в ситуации, когда государство не хочет, или знает о своими делами, технологии 30-х годов не работают. Сейчас те самые технологии народного финансирования, которые впервые вышли в массовое применение, в технологии массового увеличения во время выборов Обамы 2008 года, сейчас они перешли в сторону бизнеса. Есть волонтерство, тоже, кстати, новое социальное явление. И есть, это называется очень сложно, краудинвестирование, то есть люди по копеечке скидываются, потом получают выгоду. Ничего особенного, примерно так же создавались первые акционерные компании, просто сейчас это сделано на базе интернета, совершенно других масштабов, совершенно другим, как бы, интенсивностью взаимодействия между участниками. Потому что раньше как скинулись по копеечке, отправили корабль в дальние страны, и пока он через два года вернется или не вернется с грузом перца, все сидят, значит, и мучительно переживают. Или через полгода вернется или не вернется. Сейчас все в режиме онлайн. И вот вчера начало работу КВ в Минске, я понимаю, вы, собственно, поэтому здесь и встретились. Да, совершенно верно. И это уже знают все. То есть, с одной стороны, принципиально нового ничего, а с другой стороны, то, что было создано в XVII веке, положено на современные интернет-технологии, дает качественно новый эффект, новый, хорошо забытый, старый. Мы забыли, что так можно действовать, вот пожалуйста. То есть, это соединение инженерных технологий с новыми социальными технологиями. Ну, как эксперта, мнение, то есть, вы считаете, что данная технология имеет место быть в настоящее время? Здесь, безусловно, есть инженерные риски. В любом деле есть инженерные риски. Но полигон первый был сделан в 2001 году и показался очень хорошо. То есть, здесь нужно уже имеющееся железо. То есть, какие есть обычные проблемы в инженерном деле? Первая проблема. Мы нарисовали хорошую деталь. Потом эту деталь начинаем мучительно делать в металле, не получается. Потом эту деталь вставляем в работающий механизм, опять ее нужно дорабатывать. Потом она работает 10 лет, опять ее нужно дорабатывать. А потом мы начинаем от опытно-конструкторского производства, переносим на массовую серию. Выясняется, что докарь третьего разряда так работать не умеет. Опять приходится дорабатывать. Вот сейчас все эти ступени пройдены. Осталась только последняя проблема массового производства. То есть, нужно сейчас повторить то, что уже было сделано. И сертифицировать это по мировым стандартам. Это уже было сделано. Теперь нужно сертифицировать. И потом будет проблема массового производства. Ну, люди, которые производят лазеры, наши соотечественники в 75 промышленных лазерах мира, неужели сказать, что все, никаких токарей, никаких слесарей. Это будут варить автоматические роботы. Вот у нас они есть. Они уже работают 20 лет. Все, давайте будем делать. То есть, нужно соединить то, что уже есть. Инженерный риск есть, безусловно, есть. Но они на фоне всего остального, с чем мы сталкиваемся в соединенной жизни, абсолютно приятны. Подводя итог, хочу сказать, что вот на конференции я слышал такую информацию, что это стартап. Мне, конечно, большинство людей говорят, что это стартап. Но я не совсем... 35 лет и все молодое. Да, это не совсем... 35 лет и все стартап. Да, вот я хотел как раз таки сказать, что это не совсем корректное выражение. То есть, на текущий момент под стартапом подразумевается некая модель инвестирования того, что было разработано в течение 36 лет. Поэтому с точки зрения разработок, с точки зрения инженерного решения, это уже далеко не стартап, это уже проект. Причем проект, который имел место быть в 2001 году в виде ЗИЛа. Между прочим, тоннаж ЗИЛа, то есть вес ЗИЛа составлял приблизительно 16 килограмм. Если вы посмотрите... 16 тонн. 16 тонн, да. Прошу прощения. 16 тонн. Если вы посмотрите на диаметр трубы, то создается очень странное впечатление, как может такая тонкая труба держать 16 тонн. Тонкий канат. Тонкий канат, да. Тем не менее, это имело место быть, и это реальные факты. Поэтому с точки зрения инженерной мысли, это далеко не стартап, это уже успешно реализованный проект. А с точки зрения модели привлечения инвестиций, с точки зрения организационной модели, да, это можно считать стартапом, который уже также перерастает в проект, потому что путь понятен, как это делать, понятно. И сейчас это надо просто все дооформить в некую коробочную версию, которую можно дублицировать и преподносить как инвесторам, так и заинтересоваться. Но все-таки коробочная версия – это про смартфоны. Ну, возможно, да. А здесь это все-таки огромное сооружение, огромное изделие. Но я думаю, что мы покатаемся с вами в этих гондолах. Однозначно. Если у такого опытного аналитика-эксперта, как Михаил Делягин, есть уверенность в том, что это будет, это однозначно случится. С вами был… Есть риски. Риски есть. Но, скорее всего, случится. Риски есть даже, когда вы ходите по городу, потому что можно подскользнуться на банановой корке, а может… Или попасть в бардарный обстрел. Точно. Поэтому риски есть вообще в самой жизни. И риск делает жизнь жизнью. Поэтому оставайтесь с нами, следите за расследованием Skyway, проект «Тысячелетие». Это было расследование? А как вы хотели? Просто это было чуть-чуть замаскировано. Как мой хороший знакомый следователь говорит, правильный допрос – это когда вы не понимаете. Когда вы узнали, что это был допрос, когда вам дают протокол на подпись. Да, ну мы остановимся на формальной части общения, поэтому с вами был… Подпись будет «За пределами». С вами был Михаил Делягин и Рубен Межлумян. До свидания. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон»